Говорят, он убивает даже лошадь – никотин. Парадокс в том, что при курении от никотина скоропостижно не умирают. Доза слишком мала для этого. Многочисленные смертельные болезни вызывают другие, более вредные вещества. Их в дыме около четырех тысяч. В 80% случаев употребление табака приводит к развитию хобол. Это хроническая обструктивная болезнь легких, которая, увы, неизлечима. Эти пациенты нуждаются в серьезной медикаментозной терапии, страдает качество жизни, приводят к инвалидизации. Некоторые эксперты в области зависимости называют табак сильным наркотиком и ставят его в один ряд с героином и кокаином. Врачи говорят, желание бросить курить подсаживает людей на электронные сигареты. А мысль о том, что они безвредны – лишь миф. Легкие курильщика у нас воздух спускают. Они раскрываются не в полном объеме, не держат форму. Соответственно, организм человека недополучает кислорода, недополучает каких-то элементов и наступает кислородное голодание. Студентам архитектурно-строительного колледжа врачи наглядно демонстрируют, как работают нездоровые легкие. И добавляют, если вместо свежего воздуха вы выбираете никотин, то и вас постигнет участь несчастного Василия. Я вижу этому мужчине очень плохо. Что с ним? Сердце не пьется, больному плохо. Начали реанимацию сердечно-легочную. Сто толчковых движений в минуту. Подержите, пожалуйста, микрофон. Вдох я не буду делать, а вот толчковые движения. Вот здесь, на грудном клетке. С прямыми руками. Сто в минуту. Считается, что дурной пример заразительный. Участники сегодняшней акции решили доказать обратное и заразили молодежь привычкой вести здоровый образ жизни под динамичную музыку. Елена Кузовкина, Алексей Фризин. Наши новости. Субтитры создавал DimaTorzok